Информационное обеспечение онкологической службы Самарской области оценили на уровне ПФО. В регионе проходит координационное совещание округа по использованию IT-технологий в борьбе с раком. Ведущие специалисты лучших медицинских учреждений страны сегодня обсуждают свои достижения и обмен опытом как залог открытия новых методов лечения. Дарья Болгова продолжит. Координационное совещание руководителей онкологических учреждений ПФО на повестке дня информационное обеспечение. IT-технологии в онкологии еще недавно казались невозможными, но сегодня это новый метод диагностики, лечения и реабилитации. Сегодня онкологическая служба страны, Приволжско-федерального округа, Самарской области накопила огромную информацию, огромный опыт, который требует постоянного анализа и переработки. И в профилактике, и в диагностике, и в лечении опухоли постоянно появляются какие-то новые возможности, которые мы стараемся внедрять, реализовывать, какие-то из них сами создаем. И благодаря этому пытаемся достичь конечной, самой важной цели – это снизить смертность от онкологических заболеваний. То, что в Самаре проходит координационный совет окружного уровня не случайно. То, что совещание проходит именно здесь, в Самаре, говорит о том, что здесь служба находится на очень высоком уровне развития, что с ней считается, что она сейчас может сделать практически все, что делается и в Европе, и в мире. У областного онкодиспансера большие достижения в этом году. Там ввели новую методику диагностики – КТ-перфузия головного мозга. Она позволяет избежать пациентам лишнего хирургического вмешательства. Активно ведется работа по реабилитации пациентов. Не так давно в медучреждении появился свой собственный канал. Консультацию специалистов онкоцентра буквально в прямом эфире могут получить пациенты и врачи Сызрани. Телемедицинские технологии впервые в стране стали применять именно в Самарской области. И сегодня в планах расширить эту телесеть, чтобы в самых отдаленных районных областях была возможность получить рекомендации онколога. Дарья Болгова, Александр Дудко. Новости губернии. Новости губернии.